Здравствуйте! Прошедший в США саммит по ядерной безопасности стал одной из самых обсуждаемых тем на этой неделе. Зарубежные эксперты дают высокую оценку инициативам выдвинутым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Если говорить вкратце, глава государства предлагает установить мир во всем мире и призывает страны избавиться от ядерного оружия. Более подробные инициативы Казахстана мы обсудим сейчас с заместителем министра иностранных дел Ержаном Ашибаевым. Добрый вечер! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, насколько успешно прошел саммит и о каких результатах уже для нашей страны можно сегодня говорить? Безусловно, четвертый саммит по ядерной безопасности явился знаковым событием, как вы уже отметили, в международной повестке дня. Его актуальность тем более возросла на фоне целой серии террористических актов в различных городах Европы, Париж, Брюссель, а также сообщениями о применении боевиками оружия массового уничтожения на бляде регионов Ближнего Востока. Поэтому, как никогда, актуальна тема недопущения актов ядерного терроризма, что было одной из основных целей этого саммита. С точки зрения Казахстана, безусловно, участие главы нашего государства, традиционное участие в саммитах по ядерной безопасности является еще одним подтверждением лидерской роли Казахстана в процессе ядерного разоружения и нераспространения. Это также дало возможность вовлечь политических лидеров более 50 государств мира, а также руководителей целого ряда международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Международное Агентство по Атомной Энергии, Интерпол и целый ряд других, в осмыслении и проработку инициатив главы государства о безъядерном мире. В целом, если говорить о итогах саммита, то процесс, инициированный президентом Обамой в его знаменитой Пражской речи 2009 года, и, как вы знаете, первый саммит состоялся также в Вашингтоне в 2010 году, затем последовали саммиты в Сеуле в 2012 году, в Гааге в 2014 году, и вот завершающий саммит опять в Вашингтоне. В целом, достиг, мы считаем, поставленных целей, это мнение всего экспертного сообщества, страны избавились, целый ряд стран, 13, если быть точнее, избавились полностью от высокобольщенного урана, либо плутония, это тот материал, который считается пригодным для создания атомной бомбы. Мы также усилены физической защитой на 32 хранилищах расщепляющегося материала. Целые десятки, сотни постов пересечения границы в различных частях мира были оснащены современным оборудованием, которые препятствуют, не дают возможности для нелегального оборота ядерных материалов в мире. Это, можно сказать, технические детали, технические итоги саммита. Если говорить о политических итогах, то, безусловно, эта цель также достигнута проблеме ядерного терроризма, проблеме терроризма в целом. Уделяется самое высокое внимание на самом высоком политическом уровне. И своим участием, традиционным участием, постоянным участием в этих саммитах глава государства еще раз подтвердил принципиальную позицию нашей страны о неприятии терроризма как такового, его осуждений в любой его форме, осуждений любых актов терроризма, а также подтвердил принципиальную позицию Казахстана о необходимости полного ядерного разоружения. Как вы отметили, с 2010 года эти саммиты проводятся каждые два года, и каждый раз Казахстан выступает собственными инициативами. Но об инициативах Казахстана мы сейчас еще поговорим подробнее. Хочется остановиться на тех обязательствах, которые страна берет на себя. Вот на нынешние сами, с какими достижениями отправились? Ну, стоит отметить, что прежде всего саммит это политический процесс, и те обязательства, которые были взяты государственными членами в его рамках, это прежде всего политические обязательства. Однако эксперты опять-таки подсчитали, что 95% обязательств, принятых странами в рамках саммита, они на сегодняшний день реализованы. В их числе, безусловно, и Казахстан, который вносит, ну, пожалуй, один из наиболее заметных вкладов в укрепление ядерной безопасности, в том, чтобы сделать наш мир гораздо более безопасным для проживания. В этой связи, ну, знаковые инициативы Казахстана, прежде всего я хотел бы отметить их, это создание учреждения на территории Казахстана, банка низкообогащенного урана, международной организации, международного агентства по атомной энергии. Это критически важное содействие, которое оказал Казахстан в достижении соглашения, имплементации соглашения по иранской ядерной программе. Как вы знаете, в декабре прошлого года Казахстан поставил 60 тонн природного урана, природного материала, что было необходимым условием для вывоза всего объема низкообогащенного урана с территории Исламской Республики Иран. Это принятие в декабре 2015 года Генеральной Ассамблеи ИОН, всеобщая декларация о достижении, о построении мира свободного от ядерного оружия. И мы также ведем речь об успешной институционализации договора о создании зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Все эти меры, безусловно, укрепляют ядерную безопасность, безопасность в целом на региональном и глобальном уровне. Что касается технических вопросов, то Казахстан, в нашей стране проведена конверсия одного из исследовательских реакторов, топливом для которого служил высокобогащенный уран. Ныне этот исследовательский реактор использует топливо на основе низкообогащенного урана. Мы также завершаем вывод из эксплуатации комплекса Бен-350 в Актау и передаем на хранение тот материал, который образовался, радиоактивный материал, который образовался в результате эксплуатации этого комплекса. Мы приняли закон в январе этого года, принят закон Республики Казахстан об использовании атомной энергии, начато строительство учебного центра по ядерной безопасности и целый ряд других инициатив. То есть активная работа внутри страны проводится по обеспечению ядерной безопасности. Во время саммита в Вашингтоне был распространен документ, манифест под названием «Мир XXI век». Его автор – глава государства. Как Вы в целом оцениваете значение этого документа? Не побоюсь этого слова, если скажу, что это, безусловно, исторический документ. Стремление всего человечества – это жить в безопасном мире. Мире, где нет войн, где процветает прогресс, стабильность. И глава государства в своем манифесте, как лидера страны, в первую очередь избавившийся от четвертого по величине ядерного арсенала в мире, как в качестве лидера, который своим историческим указом закрыл крупнейший на тот момент Семипалатинский ядерный полигон. И в своем выступлении он, кстати, отметил, что наша страна и ООН, как глава государства, имеют моральное право выступать с таким манифестом, воззвать ко всему международному сообществу о необходимости строительства безъядерного мира, о необходимости прекращения войн и конфликтов. Да, давайте я озвучу как раз главные основные тезисы программ под названием «21-й век. Мир без войны вошедший в манифест». Необходимо последовательно искоренять войну как способ жизнедеятельности. В 21 веке надо преодолеть такой рудимент милитаризма, как существование военных блоков. Основой для урегулирования всех споров между государствами должны стать мирный диалог и конструктивный переговор. Но, как мы видим, в последнее время, вот к чему призывает глава государства, в мире выполняется не слишком успешно. По вашему мнению, насколько реальны для осуществления нынешние предложения Казахстана? Безусловно, если судить категориями нынешних политических реалий, то многие эксперты могут относиться с большим скепсисом к такого рода инициативам в целом. Однако, мы считаем, что нет невыполнимых задач. Мы считаем, что напротив, эти инициативы главы государства, они находят полное понимание, большей части подавляющего большинства международного сообщества и идеалы безъядерного мира. Они находят отклик в душе, я не могу сказать, в каждом уголке нашей планеты, в душе подавляющего большинства граждан мира. Поэтому, это насущная необходимость. Мы все знаем, что ядерный апокалипсис вполне реален, что накопленного в ядерного арсенала хватит для уничтожения десятков планет, таких как наша Земля. Поэтому, избавление от этого арсенала и отказ от идеологии войны и конфликтов, это насущная необходимость. И именно об этом говорил глава государства и в своем выступлении на 70-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда он выдвинул инициативу, план глобальной стратегической инициативы и призвал лидеров всех государств сделать построение мира свободного от ядерного оружия главной целью человечества в 21 веке. На саммите было сделано заявление 18 государств в поддержку, вот вы об этом уже сказали, создания в Казахстане банка низкообогащенного урана при организации МАГАТЭ. Какое значение придается в целом в мировом сообществе этому проекту? Этот проект уникальный в своем роде, единственный, и его значение будет только возрастать. Тем более на фоне всех перипетий вокруг иранской ядерной программы актуальность этого проекта только возрастает. Он не только жизнится на принципах договора о нераспространении ядерного оружия, который, с одной стороны, запрещает распространение ядерного оружия, с другой стороны, признает за каждой страной право развития мирной атомной энергетики. Поэтому банк служит резервным механизмом на случай, если какая-либо из стран-членов МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергетике, будет испытывать какого-либо рода сложности с получением этого материала. Тогда банк выступит своего рода запасным поставщиком этого материала для такой страны. Таким образом исключаются политические аспекты, взаимоотношения двух или нескольких государств более не будут влиять на развитие мирной атомной энергетики. А для Казахстана как размещение этого проекта на своей территории в целом отражается для мирового сообщества? Безусловно, мы используем накопленный в Казахстане индустриальный, промышленный, технологический, человеческий, интеллектуальный потенциал. Мы, безусловно, являемся одним из основных поставщиков природного урана на мировой рынок. Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире. И все это, безусловно, мы рассматриваем в комплексе. То есть создание банка происходит не в отрыве от реалий, наоборот, этот проект основан на том, что есть в Казахстане. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, но еще есть время для одного вопроса. В Вашингтоне глава государства озвучил предложение провести очередной саммит ядерной безопасности, но на этот раз в Казахстане. Как Вы считаете, насколько это возможно? Это, безусловно, реалистично. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что та серия терактов, которая прошла в странах Европы и расследование показало, что боевики исламского государства ставят своей целью захват ядерного материала или проведение диверсий на атомных электростанциях европейских стран. Таким образом, либо грязная ядерная бомба, так называемая, либо диверсия такого большого промышленного масштаба у них в повестке дня. Поэтому угроза ядерного терроризма никуда не исчезла. Более того, эта инициатива главы государства находит поддержку. С аналогичным предложением выступил и премьер-министр Индии господин Моди. И хотел бы подчеркнуть, что во всем мировом сообществе с большим вниманием и со всей серьезностью относятся к предложению казахстанского лидера. Хотел бы только отметить, что в рамках состоявшего саммита по ядерной безопасности со стороны саммита по атомной промышленности, это параллельный саммит, главе государства была вручена награда за международное лидерство именно в знак признания его заслуг, в знак признания его вклада в укрепление ядерной безопасности и за его работу с тем, чтобы сделать мир гораздо более безопасным. Спасибо вам большое за беседу. Я напомню, мы беседовали с заместителем министра иностранных дел Ежаном Ашикбаевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова